Кто из нас летом не ходил купаться в Аку? К тому же, привычная нам уже картина – рыбакью берегов. Но мало кто задумывался, что именно отсюда в наши краны и поступает чистая вода. Правда, ей предстоит пройти длинный путь. Окско-очистная водопроводная станция, основанная 40 лет назад. Ее производительность – 75 тысяч кубических метров в сутки. К тому же, вода поступает не только из Аки, но и из подземных источников, составляя около 40-50% от общего объема. Первым делом вода попадает в реагентное хозяйство. Это место, где дозируется гипохлорид натрия для обеззараживания воды. Гипохлорид натрия нам приходит в готовом виде, в виде концентрированного раствора. И далее насосами-дозаторами, здесь насосы-дозаторы Глюнфос, подаются на очистные сооружения, в смесители и далее в отстойники и фильтры. Для очистки воды и появления осадка используют 19-процентный раствор гипохлорида натрия. На дозировку влияет даже сезон. В паводке или лютую зиму она разнообразна, и на выходе всегда получается чистая вода. После появления осадка вода попадает в фильтровальный зал. Это сердце очистной водопроводной станции. Это заключительный этап очистки воды. Вода после того, как в нее были добавлены реагенты, прошла отстойники, где при помощи силы тяжести взвесь, которая образовалась, осела. И теперь вода у нас проходит заключительную стадию очистки, фильтруясь через кварцевый слой кварцевого песка. После фильтрования вода дополнительно обеззараживается и поступает для хранения на четыре резервуара чистой воды. Сбор воды идет через щелевые дренажные трубы. Именно через эти маленькие отверстия и выливается отфильтрованная вода. После этого она поступает в производственную лабораторию. Контроль осуществляется по 46 показателям качества. И по всем этим показателям вода отвечает гигиеническим нормативам. Лаборатория работает круглосуточно. И анализ проводится по ряду показателей ежечасно, по другим показателям. Это по остаточному хлору, который является косвенным показателем безопасности воды в эпидемическом отношении. То есть контроль за обеззараживанием ведется ежечасно. В лабораторию попадает чистейшая вода, как раз для утоления жажды. И после, на завершающий этап, в машинный зал. Здесь семь работающих агрегатов, пять из которых подают воду в город, а два оставшихся обеспечивают промывку фильтров. Вся аппаратура здесь импортного производства. Давление и системы гидравлики, которую поддерживают рабочие группы насосов, она всегда постоянно. Это достигается внедрением новейших технологий именно в систему управления этими насосными агрегатами. Здесь использованы и плавный пуск, и частотно регулируемые вот эти приводы, которые, в свою очередь, обеспечивают стабильность при неравномерном расходе нашими потребителями. Из пяти насосов работают два. И если какой-нибудь из них выходит из строя, то другой в автоматическом режиме его заменяет. Обычный человек этого переключения даже и не заметит. Оперативное руководство технологическим процессом осуществляется из диспетчерской. Из диспетчерской контролируется давление, которое подается потребителям, контролируется уровень воды в резервуарах, контролируется объемы поступления воды на очистную водопроводную станцию из реки Аки, из артезианских скважин, регулируются дозы реагентов, которые используются для обработки. То есть это мозг станции. Если сердце – это фильтры, то диспетчерская – это мозг. На этой станции используют традиционные способы очистки. Точно такие же этапы она проходит и во всем мире. Жаль только, что пока вода дойдет до нас, канализационные трубы успеют подпортить ее качество.